Здравствуйте, коллеги! Мы продолжаем цикл передачи «Стратегия роста. Программа действий». Я веду эту замечательную программу, этот цикл, Олегнович Анастасия. И сегодня у нас Александр Широв в гостях, замдиректора Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Звучит очень серьезно, можно сказать, даже архаично немного. Но от себя могу сказать, эта команда с нами работала в рамках разработки самой «Стратегии роста» в части и макроэкономических расчетов, и моделирования. И, скажу откровенно, и в содержательной части коллеги нам очень помогали, так как мы очень были приятно удивлены тому, что макроэкономисты интересуются и уровнем микроэкономики, и тем, что происходит в реальном бизнесе, на реальных предприятиях. И Александр один из немногих наших макроэкономистов, кто великолепно владеет и макроэкономическим таким анализом, и знанием жизни. Ну и прекрасное чувство юмора у Александра тоже присутствует. Вот, надеюсь, мы сегодня очень содержательно, интересно проведем диалог. А тема у нас очень сложная. Структурная инвестиционная политика Российской Федерации. Она вообще у нас на текущий момент существует? Или у нас отдельно структурная, отдельно инвестиционная, отдельно даже инновационная политика? У нас создается впечатление, что у нас как-то отдельно существуют эти политики. Можно ли вот задать сразу такой вопрос? Ну и в мире, да? То есть, а как же в цивилизованных других странах существует структурная инвестиционная политика? Ну, здравствуйте, Анастасия. Я очень рад, что мы встретились на этой передаче. И на самом деле, тут нужно сказать, что структурная инвестиционная политика у нас есть, но многие об этом не знают. Причем даже те люди, которые принимают некоторые важные решения. Ну, например, в течение последних 10-15 лет мы были свидетелями того, как в целых сегментах нашей экономики ситуация менялась кардинально. Ну, такими сегментами являются, допустим, сельское хозяйство, оборонно-промышленный комплекс, химическая промышленность, металлургия. То есть, во всех этих видах деятельности нам удалось, нашей стране удалось значительно изменить ситуацию, которая негативно или с определенными проблемами складывалась еще в советское время. И в результате мы получили новые качества этих секторов экономики. И каждый из нас это на самом деле ощущает на себе. А что говорит, если мы говорим о мировой практике, то тут вот наш институт, у нас позиция такая, что когда наступили новые российские времена, когда Советский Союз распался, то мы приняли такой вот термин промышленная политика, который идет от принятого, опять же, в мировой практике термина industrial policy. Так вот, на наш взгляд, то, что вкладывается в мировой практике, в industrial policy, это не только промышленная политика. Это политика, связанная с тем, как развиваются целые секторы экономики, как они взаимодействуют с качественными и количественными характеристиками экономического роста. И вот структурно-инвестиционная политика, по которой говорим мы, это, прежде всего, политика, которая связана с тем, что мы через изменения в структуре экономики получаем дополнительные аргументы и качество роста. А можно вот уточнить, эти же изменения получаются не в пассивном режиме, вдруг осуществились структурно-инвестиционные, то есть это государство приняло решение и стимулирует определенный сектор экономики для того, чтобы, понятно, повысить производительность труда, сделать качественный технологический рывок. Но это две связанные части. Без этого чудес не бывает. Вот эти все наши инновационные стратегии, стратегии развития малого и среднего бизнеса, они же у нас сейчас изолированы, находятся от инвестиций, от денежно-кредитной политики. То есть мы это имеем в виду. И, откровенно говоря, обречены на провал. Вот все-таки на примере агропромышленного комплекса, а как была реализована структурно-инвестиционная политика, тем более очень странно звучит, что мы об этом, в общем-то, по сути и не знали. То есть несознательно запустили все-таки в работу механизмы, получили результат. То есть как это, на ваш взгляд, как макроэкономиста, реально какие этапы мы прошли, как это произошло и каких результатов в цифрах мы достигли? Ну, здесь, прежде всего, нужно сказать о том, что, безусловно, когда мы говорим о структурно-инвестиционной политике, мы имеем в виду действия государства. То есть активную политику государства. Активная политика, но это не всегда политика именно государства. То есть не в том смысле, что государство обязательно свои средства вкладывает. Потому что пример металлургии или химии говорит о том, что и бизнес вполне себе может при определенных условиях, при поддержке государства решать эти задачи. Но если мы говорим про агропромышленный комплекс, то всегда традиционно, еще с советских времен, считалось гиблым местом. То есть людей, которые проштрафились, направляли на сельское хозяйство. Потому что получить какой-то осязаемый результат было очень сложно. И мы все еще помним, что в 90-е годы, кто-то и в 80-е годы и так далее. Значит, сельское хозяйство это было то место, где никаких существенных прорывов не ожидалось никогда. И большинство экспертов, с которыми сейчас говоришь, и даже тех, которые работали в правительстве, в том числе в тот период, когда принимались эти решения, они говорят, что мы никто не верили в то, что такое возможно в сельском хозяйстве. А что произошло? Фактически просто было осознанно условия, при которых модернизация была поддержана соответствующими источниками финансирования. И была выбрана некоторая стратегия. Стратегия, допустим, это концепция продовольственной безопасности. То есть вот мы хотели эту парадигму продовольственной безопасности реализовать. Как я понимаю, появились просто физически номинальные такие показатели, как надой молока, килограммы мяса, которые делаешь, что хочешь, но ты их не нарисуешь. Ты должен создать условия, чтобы бизнес вырастил условно эту корову, засеял пашню, ему нужно для этого оборудование, технологии, кредиты на оборотные средства, инфраструктура, опять же, которые у нас на селе нет. То есть вот этот номинальный, реальный, скажем так, даже показатель дальше заставил наш финансовый блок и, как я понимаю, налоговый блок как-то, в общем-то, поменять приоритеты и снизить нагрузку на бизнес. Вот если совсем по-простому. С другой стороны, было понятно, например, еще даже в начале 2000-х годов, может быть, даже в 90-е годы, что все условия для того, чтобы производить сельскохозяйственную продукцию, у нас есть. Что если мы ее производим, мы ее можем продавать, в том числе и на экспорт. Что внутренний рынок тоже нуждается в той же самой свинине, мясе, курице и других товаров, с чем все это начиналось. Проблема была в том, а как сделать так, чтобы в этих благоприятных условиях, которые у нас есть, допустим, в Черноземье, где-то в других южных регионах, все это заработало. И оказалось, что главная проблема в том, что нужно обеспечить нормальный инвестиционный процесс, который позволял бы закупать оборудование, модернизировать технику, строить какие-то коровники и так далее. И в результате, что мы сейчас видим? Любой из нас, если поедет по России, попадаем мы в районный центр Черноземья. Что мы там видим? Мы первым делом видим Российхозбанк. Это одно из лучших зданий любого райцентра в сельской местности, так скажем, не столичного. Просто был налажен канал финансирования. Под залог тех же самых земельных годов. Да, там есть масса проблем, там есть неэффективная задолженность, там есть еще масса других трудностей. Но в результате, это результат. Вот он у нас на полках магазинов. Мы все это видим. Конечно, плюс для граждан, для бюджета. А можно вот второй пример попробовать разобрать. В стратегии роста у нас тоже это перечисляется как один из источников роста, который как раз и нужно активизировать за счет такой активной структурной инвестиционной политики. Это оборонно-промышленный комплекс. Вот существует некоторое мнение, что запустили этот рост исключительно исходя из направления огромного гособоронзаказа в этот сектор. Никаких чудес, мол, не произошло, только госзаказ. Так ли это, вот с точки зрения классики такой и современного взгляда макроэкономистов, все-таки какие элементы, опять же, структурной инвестиционной политики, раз опять они незаметно от нас прокрались в жизнь, но просто это работащая, как мы понимаем, модель, в оборонно-промышленном комплексе. И вот этот эффект, после того, как сейчас вот такой основной заказ пройдет, скажите, он вообще по вашим прогнозам сохранится? Сможет ли этот сектор стать катализатором в развитии? Ну, значит, когда мы говорим об оборонно-промышленном комплексе, всегда нужно понимать, что его преимущество по сравнению с другими секторами, это, во-первых, наличие технологических заделов. Но самое главное даже, наверное, не в этом, а в том, что он уже сейчас на равных конкурирует с ведущими странами на мировом рынке вооружений. То есть, конкурентоспособный, получается, сектор? Он вынужден, чтобы сохранять свои позиции на мировом рынке вооружений, тратить значительную часть своих средств на неокры, например. То есть, без этого поддержать невозможно. С другой стороны, он тратит большое количество средств на модернизацию своего производственного аппарата. И если нам говорят, что это все советское, то это неправда. Достаточно посетить какой-нибудь завод в Комсомольском наморе авиационном, где видно, что практически это новое предприятие, которое, причем, было создано так, что оно одновременно выпускает гражданскую продукцию, то есть это Супер-Жет-100, и оборонную продукцию, в том числе ПАК-ФА Т-55 поколения. То есть, это история, связанная с тем, что, безусловно, были потрачены значительные средства, прежде всего, модернизацию производственного потенциала. И зенитно-ракетное вооружение, та же история, и другие какие-то заводы. Система навигации те же, да? Нет, в электронику было потрачено. Но проблема вот в чем. Проблема, конечно, состоит в том, что оборонная промышленного корпуса очень большой. И вот эта модернизационная волна затронула, прежде всего, предприятие конечное, которое уже производит готовые продукции. Остались, безусловно, у нас проблемы второго, третьего уровня. Но так или иначе, опять же, почему это произошло? Потому что был выстроен канал финансирования. С одной стороны, предприятия оборонного промышленного комплекса имели доступ к заемному финансированию, имели доступ, опять же, к каким-то государственным ресурсам. В результате, вот, задача решена. Мы видим все это, опять же, тоже, так сказать, когда смотрим, что происходит в мире, в том числе в Сирии, например. То, что происходит сейчас со снижением, то есть пик гособоронного заказа мы пройдем, видимо, в ближайшие годы. И что будет дальше? А дальше проблема – это как будет взаимоотношение, выстроенное между оборонным промышленным комплексом и гражданской экономикой. Нужно сказать, что, в отличие, опять же, от советского времени, там еще и институциональные прошли большие изменения. То есть, там созданы крупные корпорации, которые содержат в себе как гражданские, так и военные сегменты. И, в принципе, задача состоит как раз ровно в том, чтобы вот эта линейка вооружений, которая действительно редко, мало меняется. То есть, у нее во времени изменение набора производимого вооружения существенно реже происходит, чем в гражданской технике. А в гражданской технике как раз есть возможность быстро обновлять модельный ряд. И если мы там говорим про электронику, то это вообще изменяется месяцами, может быть, годами. И вот наладить историю, связанную с обменом, во-первых, ресурсами, во-вторых, технологиями. Ну и, конечно, в счете получить такой вот высокотехнологичный сегмент российской экономики, которая одновременно решает задачу безопасности и, с другой стороны, позволяет нам экспортировать уже и не оборонную, но высокотехнологичную продукцию. Ну, может, даже технологии будем экспортировать. Ну, мы их и сейчас отчасти экспортируем, но просто объем этого экспорта нас не устраивает. Мы должны уйти сейчас на рекламу. Хочу сказать, что во второй части мы поговорим про как раз еще перспективные сектора экономики. Там, где мы видим громадный потенциал реализации структурной инвестиционной политики. На этот раз мы надеемся, что она будет, в общем-то, выбрана сознательно, а не от необходимости, как в агропромышленном комплексе и в оборонопромышленном. Мы считаем, что нам просто повезло, что у нас есть такие истории успеха, и нам нужно учиться на них. И уходим на рекламу. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Мы продолжаем нашу передачу. Тема очень сложная. Звучит, может быть, очень теоретически. Структурная инвестиционная политика Российской Федерации. В гостях у нас Александр Широв, заместитель директора Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН. И я, ведущая Олегнович Анастасия. А теперь, в рамках продолжения обсуждения, совсем предлагаю спуститься на землю, что вы умеете делать. И давайте пообсудим, а дальнейшие наши действия какие. Понятно, что структурная инвестиционная политика направлена на те сектора, где есть некоторые диспропорции, некоторые перекосы. И за счет налоговых ставок, ставок по кредитам, у нас не секрет, промышленность, это сколько ставки допустимые, до 6%, долгосрочные какие-то проекты по налогам, однозначно. То есть у нас сейчас ставки запретительные, и промышленность просто задыхается. Особенно там, где у нас большая доля фонда оплаты труда, инжиниринг, высокотехнологичное проектирование, это будущее наше. Ну а для, собственно говоря, всей экономики, ради чего государство направляет свои ресурсы и свои усилия, и что получает экономика в целом? То есть вот на примере уже наших успехов, и как участвует в этом частный бизнес, хотелось бы знать. Потому что, опять же, речь не идет о госплане, о том, что государство начинает входить в отрасль. То есть что такое это для частного бизнеса, что это означает, и для населения, потому что, безусловно, основная цель – это все-таки у нас люди. Ну, если мы говорим про бизнес, то бизнес, понятно, прежде всего интересует доходы. А главная проблема текущей нашей экономики в том, что она очень простая. Связи в ней такие вот короткие, нет таких длинных производственных цепочек, а в результате доходов очень мало, и все эти доходы практически остаются у крупного бизнеса. Отсюда места для развития среднего и малого бизнеса практически нет. Но вот вся история состоит в том, чтобы нам сделать нашу экономику более сложной. То есть когда увеличится количество связей, они обрастают мелкими компаниями, средними компаниями, которые вместе образуют такую систему, которая позволяет, во-первых, получать всем больше доходов, а в конечном счете формирует дополнительный спрос со стороны населения, государства и бизнеса. То есть вот в этом главная задача. В чем проблема? Проблема в том, что когда мы говорим о снизить процентные ставки, то у нас значительное число секторов экономики, даже если им нулевые ставки пообещать или даже отрицательные, все равно не смогут им воспользоваться, потому что ситуация уже довольно тяжелая, экономика деформированная. И для того, чтобы дальше двигаться, мы должны первые шаги какие-то сделать. В том числе структурная инвестиционная политика работает тогда, когда рыночные инструменты не работают. Вот устранив какие-то проблемы в машиностроении, в текстильном производстве, на транспорте, где-то еще, мы создаем вот это пространство для роста, для развития, для получения дополнительных доходов. Для развития частного бизнеса, для того, чтобы бизнес мог входить в рынок. Но самое главное, рыночные инструменты начинают в этом случае работать более эффективно, чем сейчас. И тогда всем хорошо, потому что государство получает больше налогов, работники больше зарплат. А можно вот пример? Станкостроительную отрасль, могу по нашей информации заверить, что вообще в таком лежачем, я бы сказала, состоянии, некоторое время назад была, существенно помог вот этот гособоронзаказ, то есть просто малые, частные и средние предприятия начали получать заказ, начали восстанавливать инжиниринг, КБ свои восстанавливать потихоньку. Но это все попытка сделать за счет частных денег, кредитов у них по-прежнему нет, это не гособоронзаказ, именно основные предприятия, исполнители, к сожалению. Вот можно сказать то, что среднее станкостроительное предприятие или предприятие, которое производит компоненты для или станков, или те же авиакомпоненты, должно получить по сути нормальную ставку по кредиту, долгосрочному кредиту, и не под залог всего, вплоть до машины, последней квартиры. Но я не буду говорить про нижнее белье, иногда там в полемике это упоминают. Поручительство по ставкам не меньше 17-20%. Это же элемент структурной политики. То есть мы видим спрос, нам нужно как раз дифферсификацию провести, разбить это на заказы для малых, микро и средних предприятий. Налоги входят у нас, скажите, пожалуйста, в эту сейчас политику, и вы считаете, что, допустим, на примере с танкостроения, нам есть что делать, что предложить. Потому что сейчас они жалуются, что это все только за счет частных денег, все очень медленно. Вообще, если говорить о перспективах нашей экономики, то вот этот сегмент инвестиционного машиностроения, куда танкостроение – это ключевой элемент, там у нас главные проблемы. Почему? Потому что наша экономика будет развиваться за счет инвестиций. Ну, нет других сейчас, на самом деле, в кратко-среднесрочной перспективе, других источников. А если инвестиции, то это спрос на оборудование. Сейчас мы этот спрос на 60-50-60% покрываем за счет импорта. И если мы начинаем ускорять инвестиции, вот у нас начинает просто расти импорт, но и никакого роста не будет, на самом деле. То есть весь наш рост съест этот самый импорт. Ну, по-простому. То есть если мы в том числе начнем ударными темпами открывать новые заводы, фабрики и прочее, первое, что мы подогреем спрос на импортное оборудование, потому что отечественного у нас своего... Ну, вот сельхоз машиностроения, кстати, то есть это достаточно грамотная была изначально политика и бизнес-инициатива. То есть им удалось на спросе агропромышленном, то есть и на мерах по стимулированию конечного производителя поднять эту отрасль. А станкостроение? Ну, а станкостроение – это, конечно, длинный инвестиционный цикл, потому что что такое производство станка? Это и металл, и электроника какая-то, и другие компоненты. Здесь, безусловно, государство, прежде всего, должно показать направление. Вот эта часть станкостроения мне интересна. А что значит показать? Ну, прежде всего, сформировать каналы финансирования, в том числе инвестиционную модернизацию этих секторов. Пока у нас, к сожалению, станкостроение – это такой фрагмент. Вот кое-какие есть предприятия. Единичные энтузиасты капиталистического труда ударники. Ну, достаточно сказать, что в Советском Союзе перед его распадом производилось больше 100 тысяч станков в год. То есть, это довольно приличный объем. И сейчас мы производим тысячи, допустим. И я не говорю, что там все было эффективно. Но сейчас, к сожалению, надо сказать, что если вы заходите с нуля построить какой-то завод, обойтись без импортного оборудования просто невозможно. А больше того, скорее всего, оно будет преобладать. Ну, и, безусловно, главное для бизнеса – гарантия спроса. Что гарантирует спрос? Темп экономического роста. Ну, как такой макроэкономический. А второе – это конкретные предприятия, которые будут покупать продукцию. Государство должно, на самом деле, сказать, что вот есть такие направления, где ваша продукция будет востребована. Это услышат банки. Это услышат предприятия. И тогда можно рассчитывать на частные инвестиции. Но, безусловно, такой сложный сегмент, как инвестиционное машиностроение, потребует государственных ресурсов. Сознательного развития этого всего. Но нужно выстраивать канал аналогично тому, как было это в сельском хозяйстве, как это было в оборонно-промышленном комплексе. И можно вот тогда такой вопрос глобальный, от конкретных предприятий к глобальному. Все говорят про нашу замечательную цифровую экономику, про вот четвертый, пятый, шестой показания, да, расходятся. Технологический уклад. И сейчас Россия окажется, мол, точка одна и та же у нас сейчас, в которой находятся все страны в части осмысления, что такое цифровая экономика. И вот завтра мы окажемся в этом новом будущем. IT-специалисты, когда об этом говорят, в принципе, я им верю, потому что, в принципе, в этой цифре действительно есть масса возможностей, которые, в общем-то, нам позволяют этот рывок сделать. А вот с точки зрения экономики страны, то есть, может ли такая огромная страна, да, то есть, с таким емким рынком, при этом с недоразвитой финансовой системой, к сожалению, с концентрацией в Москве, с концентрацией в каких-то отдельных отраслях совершить этот рывок. То есть, вот здесь можем ли мы говорить, что структурная инвестиционная политика и должна выстраиваться с учетом образа будущего, но не какого-то, как мы к этому придем, за счет каких отраслей. И вообще, есть ли шанс у нас без вот этой грязной такой, рутинной, классической работы прийти в это светлое будущее под названием, допустим, сейчас цифровая экономика новая у нас в Вене. Вот там где-то год-два назад было такое впечатление, что у экспертного сообщества существует глобальный дефицит идей по поводу того, как развиваться нам в средней, в долгосрочной перспективе, там, ближайшие 10-20 лет. Образ будущего. Да, вот образ будущего. А потом вдруг возник сюжет с цифровой экономикой, и он, конечно, интуитивно очень привлекательный. Почему? Потому что он позволяет качественно изменить состояние нашей экономики, получить другие темпы роста, другой уровень благосостояния, ну и так далее. Но если про это задуматься, то вот этот большой скачок, он должен на чем-то основываться. То есть нужны ресурсы, да? Нужно, грубо говоря, топливо, чтобы этот рывок совершить. Да, причем топливо двух типов. Понятно, что что бы ни происходило с развитием технологий, мы все будем есть, одеваться, пользоваться автомобилями и так далее. То есть базовые технологии, они никуда не уйдут. Строить квартиры, покупать квартиры. А пока в этом у нас большие проблемы. То есть тут мы сильно отстаем от развитых стран. И нам нужно что-то сделать, безусловно, с этой базовой частью нашей экономики. А про это так немножко все, по-моему, слегка забыли. Это первое. А во-вторых, для того, чтобы произвести цифровой рывок или скачок, требуются финансовые ресурсы. А что такое финансовые ресурсы? Это доходы. Сейчас мы видим ситуацию, при которой у нас на самом деле направлений, куда нужно срочно вкладывать средства, очень много. Это и социалка, это и оборонка, это и развитие технологий и так далее. А ресурсы-то ограничены, растем мы очень низкими темпами. Доходы населения упали. То есть они не собираются установить. И вот эти ограничения как бы сжимаются постоянно. И может произойти такая ситуация, когда и на цифровую экономику денег не хватит, и на социалку не хватит, и оборонка у нас начнет загибаться. То есть вот этого нельзя допустить. Для того, чтобы доходы были, нам уже сейчас, а не через 10 лет, нужны высокие темпы экономического роста. Ну, коллеги, нам пора завершать. Александр, вам огромное спасибо. Очень интересный, очень сложный, я думаю, что и для меня лично, и для наших коллег-телезрителей был разговор, но очень полезный. И будем надеяться, что благодаря тому, что появился у нас такой документ «Стратегия роста», в котором как раз удалось ввязать высокие макроэкономические теории и подходы, в том числе страшно именуемую структурно-инвестиционная политика с микроэкономикой, с конкретными проектами, программами конкретного бизнеса и регионов, наших регионов, а не только Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников, которых очень-очень немного на нашу страну. Коллеги, еще раз спасибо. Вы смотрели программу «Стратегия роста», программа «Действия». У нас в гостях был Александр Широв, заместитель директора Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Вела передачу Олег Нович и Анастасия. Спасибо. До свидания. До новых встреч.